Девушки отдыхают Вот что нужно помнить 715 лошадиных сил это... Очень много Это огромная мощь 192, 196, 208, 219 Эта штука такая быстрая И лучше всего то, что она классическая Вся эта мощь идет на задние колеса Это не какой-то вам полный привод Нет полноприводного управления Нет никаких хитрых примочек Посмотрите на это Я дрифтую со включенной Противобуксовочной системой Да... Мне это нравится А когда я выключил противобуксовочную систему Стало нравиться еще больше Посмотрите-ка на это DB11 Первая машина Астона Которую мне понравилось водить на гоночной трассе А это вторая Боже, ну и машина А Ричард Хаммонд разъезжает на дворце герцогов Деванширских Этот двигатель 6-литровый W12 с двойным турбонаддувом На самом деле это совершенно новый двигатель, взятый от Бентега, но настроенный под эту машину Мощность 625 лошадей И он установлен ближе к центру машины по сравнению со старыми моделями А передние колеса ближе к носу В результате чего распределение веса более приближено к 50 на 50 И это ключевое слово вес Ведь он велик Две с четвертью тонны И для того, чтобы у нее был хоть малейший шанс на что-то спортивное Вся хитрость заключается в том, чтобы контролировать эту массу Для этого Бентли оборудовала модель «Континенталь» Арсеналом высокотехнологичных орудий Викторизация кручащего момента Полный привод, сверхбыстро адаптирующаяся подвеска и активные дифференциалы Все это означает, что эта громадина может Если говорить на языке Бентли Подобрать юбки и мчаться Прелесть! Человек, который разработал противобуксовочную систему этой машины Явно чемпион по дрифту И сразу видно, что он сконструировал Бентли под себя Клянусь Это неприлично, простите ее делать это Тем временем я тоже полагался на электронику, сидя за рулем BMW Ранее на дороге в моей версии спортивной машины была настройка, которую можно менять И я поставил настройки управления в режим комфорт Но теперь я поменял его на спорт плюс У меня меньше всего мощности, 523 лошадиные силы У меня самый низкий коэффициент мощности к массе Но двигатель у меня крепкий и выносливый Я могу выжать из него все Могу выжать из него многое Давайте к этому полный привод и полноприводное управление И восьмая серия будет именно тем, чего вы от нее ожидаете Это легко, это BMW Она ощущается как BMW На самом деле это так легко, что проезжая мимо пидстопов, я кое-что заметил Там был чувак с секундомером Это значит, что они на самом деле засекают время, полагая, что да Так оно и было И мы все решили сосредоточиться на гонках по кругу Я там поскочил на бордюрах Даю газ и бам! Выше скорость! Давай, давай, поворачивай, держи дорогу! Тормоза, повороты, ускорения Все это просто блестяще! Просто блеск! Что здесь произойдет? Держусь в краю, немного притормаживаю Теперь по газам Это быстро или медленно? Блин, она умеет разгоняться Она просто несется вперед От нуля до сотни за 3-4 секунды Что абсолютно умопомрачительно для такой большой машины Бросаемся вперед Немного задел бордюр Эти тормоза разогреются У нее самые большие серийные тормоза из всех серийных автомобилей Но я все же даю им большую нагрузку В конце концов, мы заехали на пит-стоп, чтобы посмотреть наши результаты Неудивительно Астон был быстрее всех Но это очевидно Намного быстрее Две минуты, да? Быстрее на две минуты Быстрее двух минут? Нет-нет-нет Две минуты Вот интересный факт Бывший президент Грузии Когда эту трассу снова открыли пару лет назад Проехал по ней Правда? Да На машине Формулы-3 За две минуты пять секунд Ровно Это был президент Грузии Так что, Джеймс Мэй Да Как ты думаешь, ты проехал быстрее или медленнее президента Грузии? Мне нужно стать президентом Грузии Если я проехал быстрее, я скажу, что проехал медленнее Ты совершенно прав Но постой Ты проехал всего на восемь десятых секунды медленнее, чем президент Грузии А он был на машине Формулы-3 Значит, ты думаешь, что проехал быстрее президента Грузии? Скажу честно, очень хочу, чтобы так и было Джеймс Мэй, твой результат 2,05,8 Ричард Хаммонд Две минуты 0,4,8 Ты был всего на секунду быстрее Такие близкие результаты у нас впервые Да, это правда